Друзья, добрый день! В эфире первый выпуск проекта нашего Апельсина. Бонсуа, Жули! Бонсуа, Жули! Скажи, как тебя называть мне? Как тебе комфортнее было бы? Жули или Юля, может быть? Сережа, по-моему, не тебе меня об этом спрашивать уже. Это потому, что вместе ездили в Севастополь, да, я знаю. Поклонники называют меня Жули, потому что не знают моего, скажем, гражданского имени. Друзья называют Жужей, очень близкие друзья, но ты в курсе. Во-первых, я очень рада тебя видеть, спасибо тебе за этот вопрос, потому что действительно часто пишут ко мне, не знают, как обратиться, пишут просто «Здравствуйте!» Чем ты сегодня удивишь зрителей наших? О, чем я могу вообще удивить зрителей? Во-первых, могу рассказывать разные крохотные истории любви Парижа начала XX века. Ни в коем случае не анекдоты, нет. Это очень трогательные, замечательные истории о тех людях, которые пели те песни, которые я сегодня буду исполнять. Это истории не самих песен, это истории о великих шансонье, это истории о простых людях, о работягах, о простых женщинах, о простых мужчинах, которые влюблены друг в друга или очень хотят любить. Скажи, а ты сейчас не единственная? Конечно, всегда, в каждый момент своей жизни. Я передаю в литератон замечательной нашей гости Жюри Жаба. Прошу приветствовать! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вопрос, а почему именно Франция, почему не Англия, почему не Германия, и там тоже есть много прекрасных, легендарных? Очень важный для меня вопрос на самом деле, меня достаточно часто об этом спрашивают, и я рассказываю историю, начиная с детства. Приготовься, слушай. Дело в том, что мне было лет 7, когда я услышала в первый раз песню Мерей Матье Павдонумуа. Я поняла, что мне очень нравится голос этой незнакомой мне совершенно женщины, мне нравится этот язык, очень странный. Я как ребенок начала выдумывать свой французский, я начала картавить, придумывать свои слова и обращаться ко всем, ну как будто бы на французском. Потом мне попадались еще и еще песни, и я поняла, что мне нравится французская музыка. Потом я столкнулась с французами, когда мы поехали на гастроли вместе с театром, и поняла, что мне нравится все французское. Мне нравятся эти люди, мне нравится их образ жизни, мне нравится их так называемый ад до вивра, искусство жить. Мне нравится их неторопливость, как они сидят в этих открытых кафе под красными тузырьками маркизами, и пьют кофе с утра до вечера, потом, не сходя с места, заказывают себе ужин с бокалом красного вина. Эти люди совершенно волшебно выстраивают свою жизнь так, что кажется, что они все абсолютно счастливы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Скажи, пожалуйста, а вот это твое прекрасное имя, Жюлю Жар, оно как-нибудь связано с Жан-Мишель Жаром, от которого я так тащился через лет? Слушай, на самом деле, косвенно да, напрямую нет. Ну-ка. Жан-Мишель Жар, он просто попал в список тех людей, кто носит фамилию Жар. Я когда выбирала фамилию для псевдонима, я посмотрела, кто обладатель той или иной фамилии, которую я себе выдумала. И под фамилией Жар оказалось просто огромное количество художников, актеров, сценаристов, режиссеров, людей искусства в целом. Русский Иванов, американский Смит, это то есть Жар французский. Нет, у них на самом деле Дюпон – самая распространенная фамилия, но под фамилией Жар больше всего людей искусства. Серёжа, у меня к тебе встречный вопрос. Ну-ка. Как родилась идея Descent Video и вообще что это означает? Как родилась идея? А, ну Descent Video это просто… Сотворчество даёт всегда уникальный результат. Точно. 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 В нашем городе есть замечательный человек с золотыми руками. Это Катюша Афонина И она делает вот такие потрясающие игрушки Своими руками Неоднозначно, да? Это какой-то кофейный апельсиновый кот Я дарю его тебе как первому гостю И ты вправе ему дать имя Спасибо, Сережа, за приглашение Мне очень интересно было бы участвовать в вашем проекте Я вам желаю больших творческих успехов Я вам желаю большой аудитории Дорогие друзья Преследуйте хэштег И удачи, ребят Спасибо вам большое за приглашение Мы все тебя любим Пока Это был дебют Дорогие друзья Спонсором нашего проекта является компания Тейкит Это доставка вкуснейшей суши и пиццы Огромное спасибо BP Studio За то, что они нам сделали вот такие классные футболки А также мы благодарим Анастасию Прокопову И ее чудо-мастерскую За вот этот замечательный атрибут Который они сделали специально для нашего проекта Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok